Стартовал Международный педагогический форум ИФТ-2022. В Казанском университете стартовала программа повышения квалификации для госслужащих. Последний звонок в стенах университетской школы Елабуги. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Исакова. Стартовал восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022, где коллеги со всего мира обмениваются профессиональным опытом. Мероприятие посетили наши корреспонденты. Подробнее далее в сюжете. 25 мая стартовал восьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022. Ключевая его тема базируется на образовании, профессиональном развитии и сохранении здоровья учителя в 21 веке. Для участников форума подготовлена обширная программа, официальное мероприятие, симпозиумы, заседания исследовательских групп, круглые столы, мастер-классы, питч-сессии и многое другое. Форум проходит в смешанном онлайн и оффлайн формате и предполагает дистанционную демонстрацию докладов. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей руководства Республики Татарстана и исполняющего обязанности ректора Дмитрия Тайурского. Форум традиционно собирает достаточно большую аудиторию. В этом году участвует более полутора тысяч участников. Из них более двухсот из зарубежных стран. 29 стран и представлены, 214 образовательных организаций, университетов, научно-исследовательских институтов. Форум педагогический – это всегда поиск новых решений, это реакция на изменения, которые происходят в социальном, политическом аспекте. Соответственно, недооценивать педагогические собрания ни в коем случае нельзя. Международный форум по педагогическому образованию ИФТ зародился еще в 2015 году. С того момента количество участников и спикеров значительно возросло. Однако цель осталась прежней. Содействие исследованиям и инновациям в области педагогического образования и обмен опытом ради совершенствования образовательного процесса. Восьмой год подряд Институт психологии образования Казанского федерального университета на самом высоком уровне проводит конгресс для представителей сферы образования со всего мира. В данный момент у нас около 10 исследовательских проектов. Мы также организовали два форума международных совместных и несколько вебинаров во время ковидного времени. В данный момент у нас проект намечается по обмену студентов и педагогов. По завершению торжественной церемонии открытия ИФТ-2022 в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета УНИКС, мероприятие приобрело более официальный характер, чем и было обусловлено начало пленарного заседания, где своими мыслями смогли поделиться педагоги со всего мира. Далее участники переместились в зал попечительского совета Казанского университета, где продолжили обмениваться опытом и представлять свои идеи по улучшению сферы образования в рамках заседания Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Для нас сегодня в повестке очень важный вопрос о сетевом сотрудничестве и перспективах сетевых программ. И еще одно продолжение темы сетей, связанности мира – это механизмы сетевого взаимодействия ФУМО с общественно-профессиональными объединениями в системе дополнительного профессионального образования. Организаторы ИФТ рассматривают форум как возможность представить собственные инновации Казанского федерального университета, являющегося единственным высшим учебным заведением в России, в странах Восточной Европы и СНГ, которые занимают 90-ю позицию в мире и первое место в России в списке лучших университетов мира в предметной области образования. На площадке Казанского федерального университета состоялось открытие специальной программы повышения квалификации для заместителей министров и руководителей ведомств Республики Татарстан. Тему продолжит наш корреспондент Амир Ахтямов. В зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось открытие программы по повышению квалификации для заместителей министров Республики Татарстан с участием первого заместителя руководителя аппарата президента Республики Татарстан Ильнура Гарипова. Наша встреча, ваша программа обучения, она проходит организованно в особенный период для страны, вообще для мира. Вы прекрасно знаете, есть период непростой, сложный, связанный с геополитической ситуацией. В рамках мероприятия заместители руководителей основных ведомств региона ознакомились с изменениями, внесенными в законодательство в области государственного и муниципального управления, актуальными данными о борьбе с коррупцией, а также получили информацию об особенностях стратегии социально-экономического развития Республики. Мы очень старались и будем стараться, поэтому у нас все получится. Четыре модуля, нужно набраться терпения. Учеба – это прежде всего труд, тяжелый труд, поэтому четыре модуля – это более 170 часов. В разные субъекты мы с вами поедем, будем обсуждать совершенно разные вопросы. Также чиновники обсудили вопросы морально-психологического климата в различных коллективах и принципы формирования кадровой политики исполнительных органов государственной власти. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. Последний звонок в стенах университетской школы города Елабуги. Смотрим. В стенах Елабужского института Казанского университета прозвенел последний звонок для выпускников 9-11 классов университетской школы. Прекрасное мероприятие, вообще замечательное. Хочется детям пожелать неизбежных побед, всего самого доброго, достичь своих целей, чтобы у них были высокие результаты по сдаче государственных экзаменов. Ежегодно торжественная церемония прощания проходит в актовом зале института, где собираются выпускники и их родители, чтобы достойно выйти из родных стен малой родины. Концертная программа выпускников представила из себя один большой оркестр, в котором ребята были музыкальными инструментами, а классный руководитель – дирижером. Очень трогательно, до слез. Что можно пожелать? Успехов, удачи, чтобы им всегда и во всем везло. Больших жизненных успехов. Мы ими гордимся. Традиционно «Последний звонок» – это праздник контрастов, в котором радость и веселье чередуются с грустью, предвещающей прощание с детством. Не стал исключением и сегодняшний день, когда учителя могли вспомнить вместе с учениками самые счастливые моменты школьной жизни, а дети и их родители поблагодарить педагогов за те частички души, которые были вложены в воспитание каждого ребенка. Алина Красильникова, Айдар Нормеев, Универньюз. Прошла встреча руководства Казанского федерального университета с делегацией Ташкентского государственного университета имени Низами. Как все прошло, смотрите в сюжете Сабины Гасановой. В голубом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча с делегацией Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами во главе с Абдукопором Киргизбаевым. Презентуя Казанский федеральный университет, Тимирхан Алишев отметил, что у вуза подписаны договоры с 44 организациями Узбекистана. Реализуется 46 совместных образовательных программ. Около года назад, по-моему, как раз это был июнь месяц. И действительно, тогда мы завязали очень хорошие интенсивные связи. Несколько поездок состоялось в течение года. У нас коллеги с вами договорились о совместных проектах. Один из проектов будет сегодня у нас подтвержден подписанием соответствующего соглашения по реализации сетевой программы по начальному образованию. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете учатся 2282 гражданина Республики Узбекистан. Больше, чем в каком-либо другом российском вузе. Количество образовательных направлений у нас 40 коллег. Количество специальностей и магистратура 29. Количество студентов общим на очные, заочные и вечерние около 24 тысячи. В конце встречи руководство университетов подписали меморандум о сотрудничестве. Сабина Гасанова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Слова Магнуса Карлсона, действующего чемпиона мира по шахматам. Как Фишер и Капабланка. Карпов умел побеждать просто. Он был исключительно талантлив. Сегодня великому чемпиону Анатолию Карпову исполняется 71 год. За свою карьеру Анатолий Евгеньевич участвовал в 10 матчах на первенство мира. Он выиграл 186 международных турниров. Это исторический рекорд. Напомним, что в Казанском федеральном университете Анатолий Карпов вместе с бывшим ректором Ильшатом Гафуровым в конце прошлого года открыли шахматный клуб имени Карпова в культурно-спортивном центре университета Уникс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась встреча с Маратом Башировым, автором телеграм-канала «Политджойстик». В ходе обсуждения студенты затронули темы фейковых новостей, заказных материалов и военно-спецоперации на Украине. Запись встречи в ближайшее время можно будет найти в социальных сетях телеканала. На этом все. В студии была Камила Исакова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok